Брюки Испания, пальто Британия, ботинки Made in USA. Редактор журнала Ксения Островская несколько лет практически не ходила по барнаульским магазинам, предпочитая заказывать вещи с иностранных сайтов. Сейчас такие покупки выгодными не назовешь. В пересчете на рубли новые долларовые цены заставляют шифаголиков повременить с обновками. Раньше какое-то летнее или осеннее пальто на ранний сезон можно было купить за 4 тысячи или за 5 тысячи. Сейчас за эту цену можно купить толстовку, обычный базовый свитшот. А что касается пальто, то там практически в два раза подорожали. Если у водников есть хоть какая-то альтернатива, и от покупок можно отказаться в пользу связанного бабушкой свитера. У бизнеса, завязанного на иностранном сырье, выбора нет. Владельцы сети Мини-Кофейн с завидной регулярностью получают от поставщиков письма счастья. Стоимость зерен растет вслед за долларом. Жду такое письмо примерно в ближайшие месяца три, потому что по моим подсчетам, месяца на три нам еще хватает того запаса, который брался в середине года. А потом, ну вот как минимум 20% изменения курса доллара у нас сырье точно подорожает. Владелец Кофейн обещает, цену для потребителей постараются сдерживать как можно дольше, чтобы чашка кофе не заразила долларовой лихорадкой. Впрочем, такие принципы готовы разделить немногие. Стоимость продуктов, одежды и бытовой техники в магазинах края уже ощутимо повысилась. Больше других не повезло тем, кто копил в рублях, а тратить будет уже в иностранной валюте. В первую очередь, это покупатели туристических путевок. Если не выкупить забронированный тур, сразу же есть риск, что через неделю он будет стоить на треть дороже. Стало пользоваться популярностью услуга рассрочки платежа, которая предоставляется на три месяца, на полгода, в зависимости от продукта, предлагаемого банком. И это тоже позволяет зафиксировать стоимость в рублях сразу на момент приобретения путевки. Экономисты говорят, что потери ждут и тех, кто хранил накопление в рублях. Российская валюта каждый день теряет в цене, а значит, купить на нее тот же товар, что и вчера, не удастся. Денег не хватит. Зато те, кто копил в долларах и евро, или ведет дела в иностранной валюте, неплохо заработали. Правда, по оценкам экспертов, таких в крае не больше 10%. В основной массе населения не очень большие финансовые запасы, тем более в провинции у нас. Поэтому вот такого массового явления скупки долларов в Алтайском крае не наблюдается. Усложнило жизнь собственным гражданам и государства. Чтобы обеспечить себе твердые позиции, Центробанк увеличил ключевую ставку, а значит, уже в ближайшем будущем значительно подорожают кредиты. В первую очередь потребительские. Эксперты шутят, что жителям Алтайского края повезло. Будучи на периферии экономики, мы меньше других почувствуем долларовую лихорадку. Ведь пагубнее всего она отразилась на тех, у кого накоплений было много. Благо, повторяют эксперты, богачей в крае по пальцам пересчитать. Маруся Загорск, Александр Антропов. Наши новости.